китайские автомобили вылезают боком как жителям немытой так и белорусам которые их тоже накупили но сейчас никто не продает я так понимаю не на россию не в беларусь автомобили эти вот получается что единственная страна откуда они могут черпать авто без как говорится каких-то ограничений это поднебесно это китай еще говорят вот уганда согласилась продавать пластиковые машины на россию но я не очень уверен что с ними произойдет зимой уганда говорят индия но индия там дай бог чтоб сама себя могла обеспечить короче нет с индии пока его вариант не проходит вот собственно говоря и все один китай и только китай смотрите я уже рассказывал о том как автомобили марки господи проси я их не могу выучить эти китайские названия триньмэнь дрынь нет дрынь пэньшмэнь тоже нет вроде а зикр зикр да я извините я просто не могу иногда там вот как посмотришь это название даже по-английски написано а его невозможно произвести произнести да вот не сломав язык а у меня один раз челюсть болела после того как я прочитал не произне я ее не запомнил конечно но прочитал марку китайского автомобиля потом язык болел челюсть болела да ну его нафиг триньпэнь короче да вот очередного автомобиля триньпэнь значит сказали что на россии все серые модели будут залучены потому что их надо вернуть китай а серые модели на что из китая не продают кстати большой привет всем россиянам которые купили автомобили вот эти зикр после после 15 июля они все будут залучены вообще наглухо вот когда они в кирпич превратятся невозможно что-то там разлучат но тема не об этом сейчас белорусы пошли жаловаться на похожую проблему с тоже с автомобилями опять говорю марку я не запомнил условно назовем ее триньпэнь вот этот триньпэнь в чем проблема смотрите все большая часть автомобилей китайского производства которые попадают что в беларусь что на россию это серые автомобили соответственно это автомобили теперь что их еще отличает это они напичканной электроникой просто ну выше всякой крыши да я всегда честно говоря относился с большим недоверием к автомобилям напичканным электроникой ну знаете я вам скажу почему у меня вот когда куда-то едешь да у меня было много машин и вот при всем при том что эти автомобили там разные были и mercedes mitsubishi там разные были и рено было но наиболее спокойно вот будете ржать сейчас меня полетят тапки и ездил на старых жигулях 5 модели почему это конечно глупое объяснение но тем не менее я всегда знал что если с этим вот драндулетом по-другому его не могу назвать что-то произойдет это по молодости еще я его всегда могу починить левой пяткой самостоятельно да то есть я не боялся на нем куда-то ехать ну сломался да и хрен с ним господи там сунул плюнул и пошел да вот это мой лично подход он неправильный я сразу скажу надо конечно следить за прогрессом и так далее но я себя чувствовал спокойно в этой пятерке она правда была у меня лет 30 назад но не важно сейчас вот к чему я подхожу смотрите вот эти китайские машины всех абсолютно марок напичканы они просто просто из электроники состоят полностью из китайской электроники уровень надежности вы сами себе представляете о том чтобы отремонтировать их как-то даже речь не идет то есть даже можно не пытаться это заранее дохлое дело вот и получается что когда автомобиль серый то есть пригнан из китая нелегально или полулегально как-то он очень часто оказывается у него оказывается недоступные очень целый ряд функций иногда скажем так очень важных таких как навигатор да вот не работает то не работает то не работает поремонтировать и там перепрошить это же это даже не это не телефон это на порядок с более сложный механизм и перепрошить его но не знаю может быть можно может нельзя вот теслу как-то там перепрошивают но это тесла и там как говорится там там другие там другие дела там уже все известно уже более-менее все с ней понятно и а вот эти вот многочисленные китайские автомобили с непонятными названиями которые сегодня есть завтра нет но перепрошить и прошивки какие-то но это это вот знаете как я вам сейчас вспомню кто-то помню тут были такие замечательные китайские телефоны meizu где они сейчас их нету ну вот у меня кстати был такой но был ну господи выкинул до вода и все ну чё там потратил на него когда-то там 500 600 баксов но аллах с ним ну все нету у меня этого телефона больше давно было но тем не менее вот автомобиль же не стоит 500 или 600 баксов а эта фирма drain paint сегодня есть завтра нет вообще не понятно что она выпускает вчера выпускала холодильники сегодня начали выпускать автомобили завтра опять будут выпускать холодильники понимаете вот забьют на машины то есть и опять говорю они абсолютно не ремонтабельны плюс серая плюс серая значит с прошивкой однозначно будут проблемы однозначно это я молчу еще за механику механика там это отдельная песня там механика уровень надежности так жигулям позавидуете в результате через год через два особенно прокатайтесь первую зиму вы все поймете я даже не буду ничего говорить то есть вот такой момент ребятки получается одни автомобили китайские просто за ложь это типа zikr а остальные частично скажем так просто с в лучшем случае с отсутствием некоторых функций но сами поймите вот сегодня у него эти функции отсутствуют а завтра его там что-то переклинило в электронных мозгах он вам двигатель заглушил или тормоза вырубил посередине дороги на скорости 150 километров в час или еще что-то ему там пришлось или знаете что он нам поэтому сам покажет курс на китай вернуть машину в китай и будете ехать аж до улан-удэ туда поедете и еще и с концами